Воскресенье Вас встретит радостно У входа и братья меч вам Подадут Такой Пушкин На злобу дня написал стихотворение Очень давно С нами сегодня Нуркен Халберген На мой взгляд Очень много говорят о Специалистах по пиару Но они почему-то Всегда за кадром То есть вот Не находишь странным Что мы знаем Таких прокачанных пиарщиков Не так уж и много Спецов да Их не особо много А почему так Это как с сммщиками Агентство Приходишь к какому-то клиенту Они говорят Мы уже работаем с каким-то агентством Здорово А кто это Я просто заметил Недавно встречался Достаточно серьезная Такая вроде компания Так послушал Клиенты у них серьезные Но они в смысле умышленно Не светятся что ли Или как На самом деле Если сравнивать пиарщиков Я бы их сравнил С докторами И если заметить Есть доктора Которые очень сильно Себя популяризируют Через рекламу Рассказывают о том Какие они великие Какие прошли они курсы И так далее И тому подобное И стараются как можно чаще Говорить о себе Писать книги Участвуют в различных мероприятиях А есть доктора Доктора от бога Которые Учерить к ним на год вперед Попасть к нему обязательно Только исключительно Через звонок Или по большому благу Вот хороший пиарщик Он как хороший доктор Он без работы Никогда не остается И по хорошему Ему не нужно Продвигать результаты Своей работы Рассказывать кто он Что он И так далее Потому что довольные клиенты Или вылеченные пациенты Они по сути Создают ему славу И так И поэтому Хороший пиарщик Он на самом деле востребован Другое дело Что и в пиаре Как и в медицине Есть свои специализации Кто-то вот Есть СММщики Кто-то очень хорошо Выстраивает Отношения с государством Кто-то великолепно Выстраивает отношения С журналистами Кто-то прекрасный организатор Встретить человека Который способен Охватить все области Сразу Буквально считано Единицы На самом деле В Казахстане А вообще Сейчас вот Очень много У нас Всевозможных Пиарщиков Со всех щелей Повылазило Натурально Нахрен не кого послать Все пиарщики Мне так это видится Ну очень много Я считаю Давай сформулируем Какие-то Основные Какие-то постулаты Вот пиара На сегодняшнее Вот это вот Время Вот в котором Мы сейчас живем Через призму Появившихся Вот этих новых Инструментов Да Потому что Ну взять вот эту Твою же историю Да Последнюю Там стиле 2 Да То есть Мы сейчас не будем Там в нее Сильно глубоко Лезть Потому что Вот уж Начитались Все По-моему Единственное У меня Знаешь В связи с этим Вопрос Все-таки Интересный Как бы Я тоже Работал В больших Компаниях И Ну вот Я признаюсь Откровенно У нас же Как по честному Ну да Ну я бы Очканул В фейсбук Публиковать Вот то Что ты Опубликовал Я думаю Ну справедливости Ради Процентов 90 народа Да То есть Тоже бы Ну Ну не знаю То есть Не то что Даже бы очканул Да Ну Просто меня Чуть-чуть не так Что ли Вот тот путь Который я прошел Да То есть Ну не знаю Я бы так не сделал То есть Я То есть Миллион раз подумал Вдруг это отразится Каким-то образом Слушай Ну чувак Ну Как это Вдруг это отразится Это Как ни крути Отразится Запостить в фейсбук Да Вот такую бомбу Да То есть Это же На самом деле На самом деле Бомбу из этого Сделала сама руководство Копани Придав этому Слишком большое значение Это Всегда Мне нравится Сравнение С эффектом Фотографии Барбары Стрейзен Как бы Если в курсе У Барбары Стрейзен Была Какая-то Неудачная Была Неудачная Фотография Которая Была Размещена В интернете На которую Не обращал Никто Внимания Она Она Потребовала Через суд И добилась Удаления Этой фотографии Фотография Была Растиражирована Миллионными Тиражами Ну все Да То есть Вот она Хотела В сути Да Если бы Как бы Компания Сама Не предприняла Активных действий То Этот пост Остался бы Один из Многочисленных Постов На которые Но особо Много внимания Не обратили бы Другое дело Что А что они так Закипели Ну в принципе Там и правда Ничего страшного Нет Ну То есть В смысле Что тебя уволили Я въехать Не могу Это Как 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 В анекдоте Корова Вылезла Из-подо льда Попросила Покурить Человек В ужасе Смотрит на собак Собак Говорит Я сама Офигела Вот я Примерно Так же Ну Если Разбирать Ситуацию По составным Частям На самом деле Было допущено Несколько ошибок Со стороны Менеджмента Во-первых Потому что Пиарщик Один К сожалению Второго Пиарщика Не было Предусмотрено Который Вовремя Мог бы Приостановить Когда начинали Было два Потому что Мы когда писали Интервью Вот С шефом Кстати С Андреем Да Прикольный Кстати Дядька Мне очень понравилось С ним общаться Сидела Я помню С одной стороны Ты сидел Каждое слово Вы там Контроль С другой стороны Сидел Как говорится Еще один Андрей Яшкин Сергей Да И вот я помню У нас было интервью Но за кадром Никто не видел Вот тут сидела Два пиарщика И цинковали Чтобы там Не дай бог Какое-то там Левое слово Не ушло в народ На самом деле Вот Было недавно Хорошее сравнение Контролировать Каждое слово Шефа Это глупо Ну Я Потому что Это все равно Что контролирует Речь пьяного человека Он что-то сказал Уже А обратно затолкать Невозможно Другое дело Что При подготовке К любому интервью Есть Четко ограниченная Сфера вопросов И если интервьюер Начинает Уходить куда-то в сторону Мы Так Мягко и вежливо Напоминаем Что тема сегодняшней встречи Все-таки касается Вот таких-то вопросов Ну ты меня кстати Тоже порадовал Когда Мне мои помощники Сказали Что Нуркен Просит список вопросов На интервью Я говорю Вы ему Гаджу Бас Посоветуйте Другой меня Курить Я говорю В смысле Когда на чесноку На чесноку Список вопросов В смысле Это же Бред Я сам не знаю Это издержки профессии В любом случае На самом деле Секреты профессии Любое интервью Начинается Как минимум До Его Фактического проведения Как минимум Недели за две Нужно получить вопросы Изучить Что Дополнительно Интересует Журналиста Куда хотел бы Он развить дальше Тему Кто будет Дополнительно Комментировать Или Какие будут Дополнительно Продостальные материалы И По сути Это Как выступление Перед публикой Для некоторых Ощущение Что выступление Отдельно Хороших спикеров Это всего лишь Импровизация Любая импровизация Это Заранее Отработанная Репетиция Да Допускаются Отклонения В двух Трех словах Каких-то Речь не заучивается Готовься Определенные Выдержки И топики И для меня Было бы Конечно Интересно Подготовиться И не сидеть Жалобно Мычать Фигушку тебе Давай поток Сознания Нет Окей Давай вернемся К тому вопросу По поводу того Что Со всех щелей Повылазили Новоявленные Пиарщики Что происходит С теле 2 Первое С теле 2 Я закончил Перевернул Эту страницу До свидания Уже не интересно Что с ним происходит Они сейчас Много думают Я думаю О своем будущем Второе По поводу Появления Всевозможных Пиарщиков На самом деле Профессия С одной стороны Вроде как новая На западе нет Здесь у нас Большинство Если брать Так называемых Агашек Посмотрите Если медики Становятся КНБшниками Или Люди Которые Вчера Закончили Завет Вдруг Резко Стали Управляющими Крупнейшей Компанией Из страны Приходится Уезжать Медикам Которые Стали Бывает И такое Бывает И такое В любом случае На мой взгляд Специализация Важнее всего И если человек Занимается Во времена Становления Дикого капитализма Так называемого Когда люди Кто-то по наитию Кто-то потому что Был дефицит Сумел сделать Определенный капитал В силу своих Административных Возможностей Еще каких-либо Неважно То сейчас Ситуация Начинает Меняться В сторону того Что Не обладая Хорошими знаниями Не обладая Специальными Навыками Умениями Продолжать Развивать Бизнес Такими же Темпами Практически Невозможно Поэтому Нужно Нанимать Профессионалов К пиару К сожалению Долгое время Отношение Было такое Что Племянница Засона Будет пиарщицей В офисе Да И Там Только Закончив Факультет Журналистики Или закончив Факультет Там С связи С общественностью Человек Гордо Сразу Именовался Пиарщик К сожалению Вот таких Людей В отрасли Становится Много И рынок Конъюнктура Рынка В частности То есть Каждый вуз Зная Что есть Спрос на определенные Специальности Старается Как можно Больше Охватить Подожди Подожди-ка Быстренько Я вот Интересное Как бы Такое Вкрапление Сделаю Что Получается Ведь тогда Что вышел Этот мальчик Или девочка Да С факультета Журналистики Но вот Это интересный Вопрос Давай Немножко Такое Свое И чем дальше Что делать Вот как им Становиться Пиарщиком Потому что Получается Дилемма Да Доверить такому Парню Или девушке Серьезный бренд Ну По меньшей мере Страшно И не умно Ну Ты же сейчас Но это да Сам сказал Да То есть Но А как им Докручиваться Если раньше Он мог там Бегать по редакциям Да Там всяким И там У больших мастеров Там учиться Журналистики Но пиар Журналистика Это не пиар Я понимаю И пиар Это не журналистика Я понимаю Но вот Я и хочу понять Что пиарщиком делать Потому что Если журналистам Бери камеру И начинай снимать Репортажи Да Ну вот Я всем так говорю И там Через годик Ты наберешь силу Да Какую-то Ты поймешь Вот эту талию свою То есть А вот Как пиарщикам Ну-ка давай Вот Интересно Пиарщикам На самом деле Все очень просто Нужно идти в компании Где уже есть пиар-служба Или идти в агентство Где есть пиар В крупные какие-то Серьезные Серьезные агентства И просто натаскиваться Это придется опыт Но тут Сразу предупреждаю Опыт придется набирать Но года 3-4 Минимум Прежде чем Идти дальше И при этом Это непрерывный процесс Обучения Это написание текста Копираторский Давай кстати Поговорим Что должен уметь Сегодняшний пиарщик Тоже весьма интересно Уметь писать текст Так Копирайт Уметь на базаре Сесть на карты И разговаривать С обычным человеком Таким пацанчиком Найти с ним общий язык Если в чё Если в чё Через 5 минут Найти общий язык С татешкой Которая торгует Овощами Через буквально 20 минут С министром Переговорить с полицейским Найти общий язык И через 20 минут Разговаривать С бизнесменом На равных Вот если вы умеете это Если вы умеете Находить общий язык Не обязательно быть С рафинированным Интеллигентным языком То есть Я знаю людей Которые разговаривают Спасибо, Норке Мне очень приятно Что хоть кто-то Это сказал Что не обязательно быть Желательно Да Это очень желательно Но Встречаются уникумы Которые могут найти Общий язык С кем угодно И самое главное Понять Уметь услышать Свою целевую аудиторию И заметить На что она Ну говоря По-простому Ведется Что заставляет Ее принимать Те или иные решения Где ее Болевые точки Давя на которые Соответственно Ты можешь Заставить их подумать Так Или заставить Подумать вот так По твоей логике Тогда Этот самый пиарщик Он Скажем так Ну Ему как минимум Должен быть Там 32 Там Жизненный опыт Важен Почему Потому что Иначе Он просто Не поймет Нужны Таечешки Он абсолютно Не услышит Этого бизнесмена Ладно С гопником Наверное Поговори Да Потому что Ну там Всего возраста Ну и то Опять же Если это Какой-то Такой Интересный Прокачанный Гопник Я думаю Что он И тут В тупик Попадет Потому что Гопничество Это тоже Да Там целая Философия Там Не так Все просто На самом деле Как кажется В любом случае Жизненный опыт В любом случае Необходим Почему Потому что Человек Привык слушать Тех Кто ему Интересен Тех Кто может Дать что-то Новое Тех Кто способен Находить Неожиданные Результаты Неожиданные Вещи В результате Анализа А я вот У тебя Еще интересный Вопрос Хотел спросить У тебя По моим Ощущениям Я уже Не первый год Наблюдаю Твою Глубоко Завуалированную Деятельность То есть Ну В хорошем Естественном Смысли У тебя Колоссальные Связи С журналистами Вот как Мне видится На самом деле Мне кажется Ты Один из Немногих Людей В КЗ Да Вот Которые Есть Такие Точки Вот Второго Я такого Знаю Илегбаев Да То есть Точки Я где-то Вычитал Через Которых Очень Много Туда Стекается Вот этих Людских Контактов И Коммуникаторы Так называемые То есть Люди Которые Через Которых Это Вот Просто Расскажу Одну Историю Учаясь На первом Курсе Будучи Студентом Чего Самое Институт Я понимаю А как Называется Первый Мой Институт Был Казгос Правильно Назывался Казахский Государственный Аграрный Университет Вот так Вот так То есть Вообще Агрономом По сценарию Должен Быть Почти Со второго По Финальный Курс Я учился В Казго На юридическом Факультете Вот так Вот Да Что-то Резко Менять Для меня Не привыкать И Вот На первом Курсе Когда я Учился Была такая Ситуация Мой Старший Брат Сказал Что Ты должен Уметь Находить Язык С любым Человеком И Здоровайся Всегда Вне зависимости Дворник Перед тобой Или Дикап Никогда Не знаешь К чему Это приведет И Я Каждое утро Проходя Через проходной Здоровался С бабушкой Вахтером На которую Большая часть Судетов Особо Внимание Не обращало От турникета Мало чем Отличается Для всех Здоровался Когда была Возможность Старался С ней Общаться И Я просто Учился Налаживать Контакты Как Меня учил Брат И была Такая Ситуация Когда На экзамен Приказали Никого не пропускать Из опоздавших Я опоздал На 15 минут Я единственный Из 200 человек Кто смог Попасть на экзамен Это И вот Тогда я понял Сработало Два года Знакомства С бабушкой Нет Сработало Сработало Всего лишь Три месяца Три месяца Активного Здоровления Вот тогда Я понял Силу Человеческого Контакта Что Будет Будет Другие Другие Задачи Журналист Выстраивать Ну Такие Коротенькие То есть Какие-то Основные Постулаты Вначале Нужно Понять Что Хочет Сама Компания Кем Она Хочет Быть В глазах Людей Потому Что Если У вас Нет Понимания Кем Компания Станет Через Год Через Два Года Через Пять Лет То Пиар Стратегию Выстроить Тоже Невозможно Потому Что Если Вы Через Год Хотите Стать В глазах Потребителя Самой Качественной Самой Серьезной Например Самой Надежной Компании Это Один Путь Развития Если Вы Хотите Казаться В глазах Потребителя Или В глазах Рынка Залихватской Такой Безбашенной Фановой А-ля Стив Джобс Или А-ля Тот же Самый Владелец Компании Вирджин Это Совсем Другой Путь Развития И Соответственно Пиарщик Выстраивая Коммуникации Должен Отслеживать Брэнсон Там Работал Да Это Это Немаловажно Потому что Они-то Можешь И захотят А кто Голый Будет Ходить По улице Передетую Стюардессу Тут тоже Это Очень важно И Пиарщик Как раз Должен Найти Этот баланс Между Желаемым Возможным И тем Что сейчас Есть И по сути Пиарщик Должен контролировать Коммуникации Коммуникации Какую дает рекламу Насколько она Соответствует Тому Образу И имиджу Который Компания Хочет создать Пиарщик Должен контролировать Что говорится Персоналу Верят ли Сотрудники Компании В то Что хочет Руководство Ну у тебя По твоей логике У тебя Пиарщик Он должен Он находится Возле Руководства Очень таким Весомым Человеком В компании Потому что Ну пойди ты В отдел Маркетинга И скажи Пацаны Вы левый Билборд Повесили Да тебя Ну по меньшей Мере Нахрен пошлют А по большей Мере Они тебя Постепенно И уволят Если ты будешь Часто так делать Да почему Потому что Ну если ты опять же С ними общий язык Какой-то не найдешь Потому что Отдел маркетинга Ну они много денег Тратят И поэтому Они весовые Ребята с ними Ссорятся Тоже немножко сложно Тут Тут соответственно Не ну можно Их спалить на откатах Да ты об этом Сейчас хотел сказать Нет я не об этом Хотел сказать Моя мама Про моего папу Говорит что Он может Взнуздать лошадь С помощью ваты То есть Ну это очень Образно переведено Махтамен Бауздай Да это вот Это суть в чем В том что Управлять можно жестко А можно управлять Мягко Я как бы Сам Предпочитаю Нечто такое Серединное С одной стороны Жесткость С другой стороны Стараться все-таки На человеческих Займоотношениях На нормальных Разговорах Построить Сам процесс И самое главное Этот процесс Он должен быть Выстроен Иначе каждый раз Это кавалерийская атака Махание шашками Крики Вопли Это путь никуда Право слова Даже и не комфортно Что это Кавалерийская атака Зило Вещи Материнальная То есть Ты представляешь Что надо Искадр Оно Что Накова Получается Что Вот Возвращаясь Вопрос Что должен уметь Делать пиарщик И что он должен Контролировать Он должен контролировать Внешние коммуникации Что говорит компания Причем Внешние коммуникации Могут быть Через журналистов Могут быть Через интернет Это могут быть Письма партнерам Это может быть Сайт Это может быть Официальная страничка Фейсбуке И так далее То есть Уже внешней коммуникации Достаточно много Та же самая реклама О чем будет Говорить компания Что она будет Рассказывать Какое впечатление Она будет создавать Той или иной рекламы Это все Головная боль пиарщика И он должен Синхронизировать Свою работу Со всеми этими Сложными Второе направление Это внутренние коммуникации Вот Приходишь в компанию Люди Типа Их спрашиваешь А где там Например Офис коммерческий Говорит Трати Там Иди вон туда Там спросишь Это один тип офиса Второй тип офиса Добрый день А чем я вам могу помочь Давайте я подскажу Сейчас директора К сожалению нет на месте Я с удовольствием Там Подскажу И можно будет Быстро-быстро решить Это совсем другой тип офис И впечатления От этих двух офисов Кардинально Разные Согласен В одном В одном месте Это драйв В одном месте Команда горит Ну много ли у нас Слушай Ну А вот ты сейчас А это все зависит Уже от начальника Помнишь ты говорил Про Андрея Смелкова Да При Андрею У многих глаза горели Не Ну он дядь куражовый То есть у меня Например О нем Такое Весьма Ну он даже Харизма Да В интервью Он даже немало Там угорал Над собой Ну вот помнишь Он рассказывал Что мне сейчас Вспомнилось Что Говорит Ну я Задал ему вопрос Что Теледва Там все-таки Не очень Там везде работает Он говорит Ну вот у меня Возле дома Говорит Офигенно работает Но потом Говорит Ну с другой стороны Чтобы я мозг Не выносил Наверное Они точно Да Усилить Подкрутили У вас есть знания У вас есть опыт Этого никто не оспаривает Вы уже Сидите там Где вы сидите Слушай Ну вот если так Вот волей судьбы Да Получилось Что Вот попал ты К примеру Я говорю В компанию В которой Скажем Просто я вот сейчас Прикидываю Это Шефу С которым Ты будешь работать Вот конкретно Ты Ему нелегко будет Потому что Рядом будет постоянно Нуркен Да Который будет кипеть И говорит Люди Что вы делаете Потому что Надо полагать Ты Не промолчишь Я и не промолчишь Ну понятно Пример ясный На самом деле Когда нанимаешься На работу В первую очередь Для меня это уже Пройденный этап И я вряд ли буду Наниматься на работу Теперь Ой не зарекайся Ну да Зарекался Не в грязи не валяться Очень важно Переговорить Вот когда я нанимался Тот же самый Теле 2 Для меня было Очень важно Переговорить с Андреем И слава богу Принципы компании На тот момент Они как раз Соответствовали Был такой принцип Дедушки Когда каждый сотрудник Разговаривает С президентом компании И он хочет понять Кого он берет Свою команду И на тот момент Общаясь с ним Объясняя ему Правила игры Говоря что Слушай Вот будет такая ситуация Ты что-то вякнешь А я тебе запрещу Это делать А будет такая ситуация Что я наоборот Приду и скажу Да Выходной день Но нужно идти Потому что Это репутация А вот Сейчас что-то По ходу разговора Мне еще Что-то Такая мысль пришла А ты не боишься Что Вот у тебя Сложится Сейчас имидж Вот такого Эдакого Правдоруба А еще хуже Такой Некой обезьяны С гранатой Почему Потому что То что ты сейчас Вытворил Представь Абсолютно адекватный парень Ты берешь на работу Супер продвинутого Специалиста Реально хорошего Специалиста Со связи Все как надо Он посмотри Как интернет Впрягся Все здорово Но этот парень Он живет По какому-то своему Вообще Абсолютно Только ему Понятному Бусидо То есть В общем-то Ты у него Спроси Он тебе Расскажет Эти Постулаты Как говорится Духа Но Рано или поздно Все равно Ты же понимаешь Это работа Это мир Компании Ну что греха таить Они не могут Все жить По-честному Я не квадратный робот Который двигается По определенному алгоритму Я уже рассказал историю Когда Меня учат гибкости Ты меня сейчас Подапугал Я такой вот Поискараю А он завтра Очень важно Гибкость Не путь в блядку Когда ты Ради достижения Какой-то цели Готов Выгнуться И загнуться Как только Тебе Вбредет в голову При нами На работу Есть четкое понимание Принципов Ценностей О чем вы договорились На самом начале Если мы В самом начале Договорились Что мы честные Открытые И работаем Исключительно На образ честности Ну да А потом Зачем-то Миньет надо делать Ну что же это такое Это как-то Неправильно Нет Да я согласен Но ты понимаешь Что ты Как бы Сейчас То что ты говоришь Да я под каждым словом Готов подписаться И у меня Знаешь Сколько там Жизненных проблем Из-за того Что вот Ну На пару Там я Недавно понял Что мы все Скоро умрем А ведь давайте Сравним с докторами Да Вот сейчас Я не стану Тебя резать И тебе не будет больно Но потом Вот ты не сможешь Танцевать Или же ты Сейчас потерпишь Тебе будет сейчас Очень-очень больно И потом еще Два месяца Будешь орать И выть на стенку Но зато Ты потом Сможешь вальсировать Это все здорово Я просто О чем хочу сказать Что помнишь Вот Джорданно Бруно Был парень Да Ну ладно Его сожгли Да не Но это вот Это не самая главная проблема То есть Я там вижу Немножко другую краску Что на тот момент Общество Не готово было Принять Вот то Что он говорил И де-факто Я вот смотрю Да Все хлопают Там Весь фейсбук Хлопает Почему Потому что Ну Это вот Креативный кластер Который Сейчас Хочет жить Вот по этим канонам Которые ты декларируешь И поэтому Ты стал невольно Да Вот этим флагом Что блин Чувак взял Да Кстати Вот У нас Все же ищут Казахстанского Навального Да пожалуйста Вот Я это Заметьте Я первый Это сказал Вот То есть Нормально получится Потому что Там же Надо еще И в общем-то Яйца иметь Понимаешь Потому что Ты же знал Такого уровня Специалист Медийный Ты точно знал Что будет После того Как ты нажмешь Эту кнопочку Опубликовать Такая там Справа Такая синенькая Понимаешь Ну у меня Три Ну на самом деле На мой взгляд И гораздо больше Две-три компании С которыми я уже работаю Чувак Вот пять-шесть Ты же понимаешь Но эти пять-шесть Компаний За счет Того Что они Являются первыми Они могут Заработать Гораздо больше Нежели Чем Они были бы Как все Ну согласен Согласен Нет Эти лайки В фейсбуке Которые Все Они потихонечку Трансформируются Нет Они Как это Потихонечку Они бывают Очень хорошо Трансформируются В деньги То есть Люди же Те кому Будут доверять Ну Ну действительно То есть Вот сейчас Сформулирован Вот этот образ Вот такой Правильной Компании В которой Все хотят Работать Другой вопрос Что Все-таки Вот эти 20 Там Я не знаю Там 70 лет Вот эти Которые у нас Стоят То есть Очень сложно И Сейчас Как бы Бизнес Да Он Вот как-то Потихоньку Вот Я Я не идеалист Я не моралист Я понимаю Что есть Определенные Условия На рынке Есть определенные Правила Ведения Бизнеса Ну как-то Не моралист Нифига себе Это не морализм Тоже мне Предположим Будет ситуация Когда Подобное Что-то Снова Словят В данном Случа Я Просто Сразу Продолжение Нажмешь Кнопочку Или нет Еще Раз Ну Ну и Правильно Нет Ну а тебе Что теперь Уже Понимаешь Единожды Нажав Кнопочку Ее придется Нажимать 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 Много раз Но с другой Стороны Я уже Нашел Две Три Компании Которые Говорят А мы Хотим Чтобы Наши Сотрудники Так же Нажимать Вот так Вот так Вот так Потому что За счет Внимательно Почитают Переписку Все-таки Они говорят О том Что Топ-менеджер Говорит О том Что Быть такими Как все Уже мы устали Вести Бизнес По-новому Это соответственно Нужно просто Давать Четко понимать Рынк Кто мы Что мы Зачем Я больше Чем уверен Что за Такого рода Компаниями Как раз Такие будут Да я Я за То есть Нет Пускай будет Я с удовольствием Буду Следить За их Деятельностью Да Я с удовольствием Сам буду хлопать Им В фейсбуке Почему Потому что В любом Случае Да То есть Я просто Умом Понимаю Как это было Не просто Да Вот Все Четчетчет Вытворил Да Потому что Ну Я Вижу Что там Ну Понятно Что ты профессионал Да Там Умеешь себя держать И все такое Но На самом деле Любой Вот этот Срач Какой-то Да Там С тобой С твоей персоной Связанный Он Ну Он все равно Тебя царапает Да Это все равно Не очень Все приятно И вообще Лучше бы Вот этого всего Не было Вот По большому То счету Да То есть Потому что Вот настолько Так глубоко Выйти из зоны Комфорта Ну Что греха таить Я думаю Вот меня Наши Многие зрители Там сейчас Поддержат Да Что не каждому Дано Потому что Вот Сколько Потому что По этой логике Придется менять Слишком дофига Да То есть Гораздо Вот Я всегда говорю Гораздо легче Там Поругивать Не знаю Там Правительство Да Там Акимат Сидя в кофейне Да Что попиваешь Такой кофе Нифига не делаешь Ну Сволочи Да Там А в Акимат Пойти поработать Ну Вообще-то Там Меняются Хочешь менять Акимат Иди в Акимат Ну Вот А как еще Его менять Не Ну Самый логичный Такой Да Как бы С одной стороны Да Но с другой С другой стороны Есть Иной способ Менять Тот же самый Акимат И заставлять Их работать Ну давай Отличный пример В России Помните Когда Вокруг Ям на дороге Прессовали Чиновничьи головы Я согласен Мне бы Отличные примеры Из КЗ Понимаешь То есть Россия Она Все здорово Как бы У нее развивается У нее свой Исторический путь Развития Да Там Как-то она там Сама там Разберется Да Мне вот Больше интересно Вот здесь Да То есть А у нас Примеров Таких Вот Когда Ну есть Там Чуть публикнут Знаешь Там Вот Я вот Помню На Ювижене Была публикация Там Про бедного Акима Да Который там Купил джип И помнишь Там Как полыхнуло Все Он тут же пересел Там Да Ну понятно Вот Время от времени Как Там Увидят Кого-нибудь Да Там Словят Случайно Да Как Дадут Дадут Понятно Вот Но системно Что-то я не видел У нас такой акции Да Про ямы на дороге Ямы-то есть Акции нету Мы уже не просто Человек Кто наберется Смелости И сделает Первый шаг Потому что На самом деле Самое страшное Это же Делать первый шаг А потом Потихонечку 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 И начинать Набирать оборот Ну Тут еще Знаешь Тонкий момент Какой Касательно У нас нормально В общем-то Все Все что сейчас У нас происходит Оно В общем-то Ну Не так уж Все и плохо Да И Как бы Вот эти Надрывные Какие-то Вот такие Вот вещи Да Насколько Они уместны Потому что Ну Один надрыв Вызывает Второй надрыв Третий надрыв И так можно И в истерике Зайтись Ну Одно Дело Об этом Кричать истерически Другое Дело С этим работать Пытаться Что-то изменить Ну В рамках Малого Например Простой Пример Как бы Все мы знаем Алиса Рудикбайрова Да Херня знаю Мы В общем-то Все хотим От него Ребенка Тут Надо Дальше Идти Ну Нет Нет Это Не в этом Контексте Окей Алиса Одним Из первых Начал Предлагать Проекты До Него Практически Не существовало Сейчас Вот Проект Вокс Попули Казал Отличный Проект То есть На мой взгляд Вот как я могу Вокса Характеризовать Да Что Это вот Такое Уникальное Социально Политическое Даже можно Его назвать Да Издание Но Которое Не зашлось Там Знаешь В какой-то Вот Своей Вот этой Там Сюртючности Какой-то То есть Там Сегодня Сиськи А завтра Страшный Какой-то Репортаж Самой Высокой Журналистской Работы Мне Мне вот Эта Шкала Воксе Всегда Очень Ну Колбасит Потому что Реально Вот Опять Девушки Да Вы Или Спидинфо Или Все-таки Ведомость Да А там И чеховым Порой Понимаешь И Амплитуда Там Шикарная В этом плане За всем этим Мое мнение Стоит А Первое Интуиция И Чутье Хорошего Бизнесмена А Лишер Бизнесмена В первую очередь Мое мнение Что он В первую очередь Бизнесмен Причем От природы Очень хорошо Постали Второе Вот Ильбайф С тобой Не согласится Почему Потому что Мы много С ним Разговаривали Он Бизнесмен Но тогда Без бизнеса Он работает По найму То есть Это Правда То есть Алишер Он Неоднократно Говорил Что он Вступить Как бы В бизнес Все еще По каким-то Причинам Побаивается Потому что Ему нужен Свой телекан А если Серьезно У каждого В жизни Рано или поздно Что-то Случает Что-то Слегка Руки Пиарщиков И интернетщиков Это уйдет В народ У каждого В жизни Должен Случиться Братан Должен Случиться Свой теледва Как интересно Второе Второе Что очень важно У Алишера Есть Как сказал Чутье Бизнесмен Он Очень хорошо Чувствует Психологию Не Алишер Что-то Отработал Сети Один Сети Это Такой же Инструмент Как Журналист Точно Такой Же Инструмент Как Реклама Точно Такой Же Инструмент Как Блоги И так далее Тому Подобно Для меня Это все Инструмент Ну вот Блоги Это Кстати Уже Сетевой Инструмент Не бывает Ни сетевых Блогов Хорошо Есть Так называемые Колонки Экспертные Колонки В печатных СМИ Это тоже Своего рода Блоги Живые Еще Печатные СМИ Да Колумнисты Еще живые Просто Они перекочевали Из Страниц Печатных Изданий Я знаю Что колумнисты На слоне Пишут На сайте То есть Вот у меня В исквари Пишут Колумнисты Насколько он читаем Это ведь тоже Своего рода Ресурс И Как бы Его создатель Он тоже достигает Какой-то Своей Определенной Цели И Печатая Те или иные Публикации Формирует То или иное Восприятие У целевого Дисклеймера Он тоже действует Давай просить Теперь просить Определитесь Что вам нужно Во-первых Во-вторых Что вы Хотите Какое Восприятие Вы хотите Создать У вашей Целевой Аудитории В-третьих Определитесь Есть ли вообще Она ваша Целевая Аудитория В интернете Ну У нас была Такая ситуация Когда к нам Пришли И сказали Что мы Хотим Создать Сообщество Людей За 50 У кого Проблемы С Эрекцией И нам Нужно Сделать Интернет Сообщество И сделать Ну а что Ты хочешь Сказать У всей Сети До того Стоишь Что ли Нет Подожди Ну а ты подумай сам Кто из нормальных мужчин Состоятельных В достатке Признается Что у него Проблема Ну да Лайкнуть Как бы Это сообщество Это равносильно Ну да В общем-то Ну так Признаться В чем-то Да Соответственно Ну подумайте Есть ли Ваша Целевая Аудитория Нет Ну она Есть Но она Не сознается То есть Вот Есть И не сознается И соответственно И использовать Этот инструмент Ну В последнюю очередь Ну не так Как они Панировали С путем Создания Групп В фейсбуке Или Такого Закрытого Сообщества Ну уже смешно Не ну Я просто Увидел Окей Как вы только Определились С такими вещами Ваша цель Какое Восприятие Вы хотите Создать О себе Солевая Аудитория И самое главное Как вы будете Оценивать Эффективность Это вот Знаешь Все согласен Ну я Слушай На основании Себя Да Я очень часто Пощу Фотографию Своих детей Да Я заметил Посты Мои печеньи Я если их узнаю Я думаю Что Ну если встречу Я думаю Что их даже узнаю Потому что я тебя читаю Регулярно На самом деле И меня очень часто Спрашивают С какой целью Ты это делаешь Они растут На моих глазах Я вот так бы сказал То есть Я не знаю Как ты это видишь Но я замечаю Они вырастают Ты очень любишь Обкладываться Ими Вот где-нибудь На кровати На самом деле Это они Вокруг меня Ну я думаю Ты тоже Там не против Ну я тоже Не против На самом деле Очень часто Спрашивают Зачем я это делаю И с какой целью И так далее Мое личное мнение Личное убеждение Я по жизни Сталкивался С разными людьми Разного возраста Которые говорили Что отцовство Это не для меня Ну как бы Бывало так Что Среди моих Бывших друзей Потому что Таких людей С друзьями Называть нам Достаточно сложно Которые Общались с девушкой Она забеременела Он говорит Нет, все Извини До свидания Человек остается С ребенком И для меня Вот моя цель Вот этой всей Публикации Показать Показать Что отцовство Это классно Ну, согласен Такой Я не говорю Что это прямо Пары Я не говорю Что я пытаюсь Всех воспитать Но Вот Подарить И ощущение Что это классно Показать Что Вот Это Одно Из составных Вещей Когда человек Начинает Счувствовать Счастливым Я вне Семьи Семьи Себя Тоже Плохо Вижу Я просто Ну Я знаю Что это Такое Я там По-разному Пробовал Да Ну Вот Но Согласись Ты Отвечаешь На свои Поступки Да А Среди Моих Там Знакомых Девушек Очень часто Встречаются Такие Моменты Когда Человек Остался Один На Один И К сожалению У моего Отца Там Двенадцать Братьев Сестер У мамы Вочем Братьев Сестер Каждой Семье По Пять По Шесть Сестей Для Меня Семья Это Не Путный Звук Знать Там Семь Поколений Назад Это Тоже Норма В нашей Семье То Мы Такая Более Традиционная Потому Что На Западе Да Очень Жестко Относит Вопрос В Языка Соблюдение Традиции И Традиции Мой Отец Он Офицер Полковник Запас У меня Два Деда Служили Офицер Военный Он Полковник Я понимаю Где Служил Я имею Ввиду У меня Просто Тоже Полковник Поэтому Непраздный Вопрос У меня Отец Полковник МВД Один дед Дошел до Берлина В войсковой Разведке Второй дед Был Младшим Командером И Соответственно К чему Я это все Веду Потому Что Вопросы Ответственности Вопросы Того Что Ты За кого Ты Отвечаешь Что Ты должен Отвечать За твои Поступки И Как бы Помните Там Возвлечь За тех Кого Прозвучили Да По Экзюперии По Экзюперии Здесь Это Немножко Трансформировано В части То Что Будь Добр Отвечать На Свои Поступки Ну Это Вот Ты Знаешь Здорово Это Все То Что Ты Говоришь Да Но То Что У Нас Но Это Вот Еще Раз Это Можно К этому Вопросу Подходить С Согласен Он Посмотрев Твою Счастливую Фотку С ужасом Оглядывается Вокруг Себя А там И Нет Никого У Него Не Лежат Вот Эти Тепленькие Комочки Он Один Тебе Никто Не Откусывает Ух Тебе На встречу Не Выбегают С Криками Папа И Так Это Классно И Вот Каждый Раз Когда Я Выкладываю Такие Фотографии Я Будем Эти Эмоции Пробуждать Супер Сейчас Очень Много Говорится О том Я думаю Ты согласись Система Образования Она Мы Сейчас Не будем О ней Говорить Это Долго Неинтересно То есть Но Очевидно Одно Что Нужно Образовываться На сегодняшний День Как-то Своеобразным Способом Потому Как Просто Ходить В институт Куда-то Точно Не Очень Тебе Потом Ну Будет Сложно Адаптироваться Потом В жизни Мне Так Кажется Да То есть Давай Сформулируем Какие-то Чтобы Ты Пожевал Вот Нас Смотрят Молодежи Много Да Вот Что ей Делать Вот Учится Человек Там Сейчас И с резюме. Молодые ребята оставляют резюме для тех компаний, вдруг кто заинтересуется, берет. Я просто так один раз для себя поинтересовался, это был 2010 год. Я почитал резюме, мне страшно стало, честно. А почему? Какие звери там отучились в Сингапуре, знают английский, китайский, французский, арабский, немецкий. Не находят эти звери твои странным, что там вот это резюме валяется на входе. Ну и что? То есть неужто после Сингапура на тот момент, когда я начинал свою карьеру, таких людей было очень мало, их было единицы. Сейчас качество образования, качество выпускников резко увеличилось, поэтому мой честный совет, двигайтесь больше, то есть учитесь еще сильнее. Если вы видите, что конкуренция достаточно сильная, не секрет, сейчас в институтах абитуриентов мало, потому что была яма там 94-х годов, когда вот кризис, никто рожать не хочет и так далее. Институты реально говорят, один-два абитуриента и за него дерутся там десяток лужа. Ну потому что он еще и деньги платит. Сегодня это бизнес, один абитуриент это пятерка в месяц. Рождаемость, которая была в период 2000 по 2010, не сравнить с 1990 года в ходу в тысячный год. Я не очень владею цифрами. Мне в силу... Просто ты набрал 300 студентов по 5000 долларов, да, это вот полтора ляма бабок. Я думаю, они больше борются за полтора ляма бабок. То есть потому что... Я не рассуждаю с точки зрения не администрации университета, которые важнее заработать, а с точки зрения тех абитуриентов. Когда мы заканчивали университет, была дикая потребность различного рода специалистов. Причем спецовки как таковых не хватало. Я, например, закончил ЮРПАК. Второе мое высшее образование – это эксперт-оценщик. Я еще не успел даже года отработать по своей специальности. Потому что на тот момент была дикая потребность вообще в толковых людях. Но оно и сейчас сохраняется. Получается, смотри, формулируем, ты предлагаешь учиться еще сильнее. Учиться еще сильнее. Это раз. Второе. Сейчас возраст 17-18 лет, когда на тебя давят родители, когда на тебя давится общество, нужно найти работу, нужно найти призвание и так далее. Понять, к чему у тебя лежит душа достаточно сложно. Что делать? Вот это интересно. Вот очень сложно. А действительно я всю жизнь хочу заниматься математикой или я всю жизнь хочу заниматься препарированием трубов, кто учится на медиках, патологоанатома. Всю жизнь я действительно хочу повырять в чьих-то зубах. Кто-то учится на стоматолога. На самом деле это очень такой философский вопрос. А как этим ребятам для себя? Я же помню для себя, что непонимание. То есть в один день ты видишь этот огромный мир. И ты маленький такой ты, с абсолютно еще никакими мозгами, знанием жизни. И вот куда шагнуть? Я доверял, например, себе. Я слышал голос. У меня был такой момент. Я пошел наперекор. И кстати, я пошел наперекор родителям. У меня были большие проблемы с родителем моим. То есть когда я принял свое командирское решение и сказал, нет, я не буду этого делать. Но это было интуитивно и я себе поверил. Поскольку опыта мало, в мое мнение, нужно завести учитель. Подожди, это не тот учитель, который, с одной стороны, это коучер, некоторые могут назвать ментор. Ментора найти тоже не очень просто. Обычно он приходит, когда ученик готов, если ты помнишь. Когда ученик готов или судьба. Приходит учитель, ты же понимаешь. Найти такого учителя, найти такого человека достаточно сложно. Мне в моей жизни повезло. Мне судьба подсовывала через раз таких людей, у которых мне было есть и чему учиться. Кто-то закончил Гарвард, кто-то был министром в советское время. С людьми я ознакомился. Например, с бывшим министром, когда он уже был на пенсии. Ну, кстати, это, по-моему, для всех доступно. Это люди, у которых саккумулирован гигантский опыт. Получается тогда, смотри, надо же переводить молодым людям, чтобы они вдруг сами не додумают. Получается, ты видишь какого-то интересного человека, которого ты испытываешь какой-то пиетет, чувствуешь, что тебе надо. Ну, иди, знакомься и получай от него какие-то знания. Да, сложно подойти к нему и сказать, пожалуйста, начните, станьте моим учителем. Но человека можно подтолкнуть к какого-то рода размышления. Да для начала, пускай хоть на вопросы твои ответят. Потому что, знаешь, учителям это круто. Это может быть и какой-то хороший бизнесмен. Это может быть какой-нибудь чиновник. Но это может быть, я не знаю, пенсионер. Но с каким-то славным боевым прошлым. Потому что, вот простой пример, да. Во дворе, в том дворе, где жила моя тетя, жил болженый маселок. Когда дети были маленькие, они не воспринимали этого старика. Они ходят старик с павкой, ну и ходят, и чего. А когда уже подрослев, они понимали, кто это. Особенно, когда они ехали по улице, названной в честь его имени. То есть тогда точно найдали. И тогда только начинаешь соображать. И вот такие люди, которые, казалось бы, неприметны и незаметны, с большим жизненным опытом, у кого много-много знаний, они на самом-то деле путем какого-то… У них есть время, во-первых. Они могут думать, не могут анализировать спокойно обстоятельства. Они, что отличает этих людей, это аналитический склад ума и умение прогнозировать ситуацию, ну, хотя бы лет на пять-десять вперед. Вот если вы найдете себе такого человека… А если нет? Ну, надо искать. Чуваки, вам не повезло-то. Да. Ну, ищите и обрящите, я согласен. Слушай, ну, сейчас вот, мне кажется, мы еще немножко, вот как общество даже, да, мы немножко запутались где-то в вопросах морали, да. То есть и вот молодому человеку, слушай, ну, не всем опять же так повезло, когда он из потомственной семьи офицеров, да, служащих, когда в семье были заданы тебе правильные алгоритмы. Мы знаем много семей, когда, допустим, родители, заботясь о материальных благах, да, практически не видели детей, да, которые всю жизнь были на работе, да, или была очень уж интересная работа, там, захватывающая, да, то есть, давай чуть-чуть поговорим о, потому что сейчас все как-то смешалось в доме Облонских, да, с одной стороны, ты же вот затронул эту очень такую, я считаю, страшную тему, да, когда вот люди расстаются, да, там, остаются дети, то есть, вроде так это всегда было, слушай, и в советское время там люди расходились, то есть там сходились, расходились, но сейчас вот давай сформулируем, вот если мы сейчас говорим опять же про молодежь, да, вот какие бы, потому что вот этот нравственный каркас, духовный, он крайне, мне кажется, важен, то есть, что-нибудь можно, английский язык можно выучить, вот, а из гондонов нормального человека превратиться будет весьма сложно, то есть, возможно, нет, абсолютно возможно, но гондонизм, он же тоже затягивает, да, и мы видим, гондоны, они бывают очень успешными людьми, ну, к примеру, я говорю, да, то есть, и вот что ты, то есть, вот кто у нас сегодняшние герои, то есть, вот это интересно, да, то есть, вот герой нашего времени, помнишь же, всегда писали там в 19 веке, да, то есть, ну вот, как бы, если можно что-нибудь про вот это, то есть, какие нравственные принципы должны быть у сегодняшнего, там, я не знаю, менеджера, там, человека, да, вот, то есть... Ну, за пять минут квинт-эссенцию выдать это достаточно сложно, раз затронули тему моих, там, родителей, и тему, там, дедушек, военных, самое главное право, которое прививают в нашей семье, и я стараюсь прививать своим детям в последующем, тогда они уже чуть постарше сам. Самый главный армейский принцип – не врать и не опаздывать. Да, как хорошо, не врать и не опаздывать. Это один из самых важнейших армейских приказов. Второй, то, что очень важно, и он такой многоаспектный, на самом деле, принцип, армия, вообще, это шикарная вещь, через которую, ну, на мой взгляд, нужно пойти практически всем. Ну, ты сам служил? Сам служил, контрольник. Вот так вот. Ух ты. Ну, это мне рассказали в армии, да, когда солдат пришел со словами, а у меня, говорит, лопату убрали. Это более, ну, я извиняюсь за выражение, с песней слов не выкинешь, да, когда приходят дежурные, говорят, у меня лопату спидели. А дежурные говорят, нет в армии, нет в армии слова спидели, и слово проебал. Ну, я согласен, нет воров, есть проебщики. Ну, то есть, это чуть-чуть другая интерпретация просто. То есть, по сути, как бы, если ты все время считаешь, что тебя кто-то обижает, и все время считаешь, что на тебя кто-то давит или оказывает влияние, то это одна жизненная позиция. Вторая жизненная позиция – это когда ты сам за все ответишь. Если у тебя что-то украли, то ты сам в этом виноват. Соответственно, прими меры, чтобы в следующий раз такого не повторялось. Согласен. На самом деле, вот всему этому потихонечку через, казалось бы, уставщину, какие-то ведовщины или еще что-либо, армия этому всему учит. Учит самостоятельности, учит умение принимать решения, учит подчиняться, учит переламывать себя в какой-то мере, да, там, учит братство. Потому что, ну, сегодня один за всех, завтра все за одного. Я понимаю, о чем ты. Ну, да, то есть, вот эти нравственные принципы в какой-то мере, да, я считаю, что может дать армию, на мой взгляд. Если говорить о тех потерянных, так называемых, ну, мне тут сложно, честно. Я не психолог, чтобы там выстраивать какую-то личность. Ну, потерянных, вот ты понимаешь, как сказать, мне просто видится, ничего не потерянный. Просто не у всех вот бывает, не все вот осознают. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это же надо вот все почувствовать, понимаешь, там, как-то увидеть или где-то услышать, там, вдруг задуматься, да, то есть, чем они виноваты, да, ничем они не виноваты, да. То есть, ну, просто вот не оказалось рядом людей, там, не ту книжку там прочитали, а может вообще ее не читали. То есть, ну, окей. А давай еще немного о сети поговорим, да, то есть, мне вот интересно, твоя все-таки картинка Казнета. То есть, вот, ну, да, ну, смотри, ты работаешь в сети, да, там, находишься в сети, ну, я не знаю, ну, лет пять, вот, по моим ощущениям, весьма вот уже так серьезно критично. Правильно ведь? То есть, и за это время ты вот много там услышал, и поделись вот какими-то уникальными вот то, что ты слышал там за пять лет. Не случай какие-то, не истории, да, там, а именно вот, потому что я не очень верю вот в эти учебники сетевые, потому что с одной стороны, да, это вот все так, но с другой стороны, где-то внутри себя понимаю, что вот истина, она где-то там посередине, между учебником по маркетингу, да, там, и каком срачем. Сеть – это такая интересная штука, где анонимность, с одной стороны, выплескивает в человеке все злое. Да, ну, зайдите на там различного рода форумы, и люди прячутся под анонимными никами и пишут все, что угодно. Тогда, когда, если бы он был авторифицирован, он бы себе такого не позволил. Терапевтический эффект, да, там, какой-то, я так думаю. Да, отрезвляющий. Да, да. Возможно, это нужно, чтобы человек выплеснил весь какой-то негатив, почувствовал себя тем, кем он хотел бы быть. Джедаем. Ну, с одной стороны, это вот то, что ты говоришь, да, не у всех хватает смелости под своим именем что-то сказать. Соответственно, люди берут ники и выплескивают. Погнали, да. Погнали. Последние два года я все жду какого-то взрыва, честно, внутреннего. Сори. Поподробнее, пожалуйста. Любая эволюция потихонечку развивается, да. Мы дошли до какого-то момента пресыщения в интернете. Ну, у нас есть сайты, у нас есть, появилась платформа, у нас появились свои звезды онлайн, у нас появляется свой интернет-телевидение и так далее и тому подобное. То есть мы идем как все. Но в какой-то момент появляется некий уникум, который делают не как все. Возревает мозг. Да. Вот. Мое ощущение, что вот в ближайшие полгода в год что-то такое должно произойти. Должен появиться некий такой уникум, в конце концов, который взорвет привычное ощущение. Будет ли это технология? Будет ли это человек, который неординарный, необычный, личный, да, такой, с харизмом? Ну, вот что-то должно в ближайшие полгода, потому что болото надо встряхнуть, его нужно взорвать. Потому что, ну, по сути, рядовой обычный день. Приходишь на работу, налил себе кофе, чего-то запостил, пошел быстро передел какие-то дела, посчитал что-то в таблице экселевской, отправил пару писем, снова в соцсеть, снова что-то попечатал, снова пошел и так далее. И так изо дня в день. Постоянно, постоянно, постоянно. Ну, а что? Стандартный, привычный режим, когда мы, ну, по крайней мере, лет 10 назад никто не думал, да, фотографировать еду и выкладывать ее тоннами гигабайтов в сеть. Ну, вообще, да, весьма странное занятие, если честно. Куб анонимных фотографов еды, он пополняется, увеличивается, фотографирует ноги, фотографирует еду, фотографирует там, где я был. Чувак, а туалетов, ты представляешь, за последние два года, да, сколько? Фотографии в туалетах с сетенными губами. То есть, вот это все, это же ведь создалось не потому, что люди захотели себя так фотографировать, потому, что появился инстаграм, пусть это называется инстаграм, а это ведь могло называться совсем по-другому. Без разницы. Да, без разницы. Но кто-то этому положил в начало. Ну, он тоже об этом думал, в принципе, смотри, да, там вот христианство по земле распространялось, да, там, ну, я не знаю, там, 500 лет, да, там, ну, примерно столько же распространялся ислам, да, так или иначе. А сейчас технологии таковы, да, что 6, там, миллиардов человек, да, узнали о Гангам Стайле, да, там, за месяц. Ну, за месяц, да, там, он реально, этот чувак стал известнее, чем Пангемун, да, то есть, ну, вот, они живут. Пангемун даже там сказали? Да, 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 нет, ну, так он ему и сказал, слушай, тебя больше знают, да, то есть, ну, вот, это же, это действительно что-то там происходит, то есть, каналы сумасшедшие появились, распространение информации. Каналы коммуникации. Другой вопрос с контентом, как бы. Наполнение. Да, вот давай. Что смотреть, его нет, вот я про это и говорю. Что-то должно случиться. Ну, а критерии твоего вот контента, вот, который тебе интересно читать, вот, ты бы что порекомендовал создателям контента в интернете? Ух ты. Знаешь, это из серии, если бы я спрашивал своего потребителя, чего он хочет, мы до сих пор ездили бы на лошади с повозкой. Это Денрекорд, сказал. Ну, я согласен, но... Мне сейчас сказать, что это должно быть. Господи, кто я для, там, миллионов казахстанцев? Да мы... Я один из. Мы тебя не как оракула спрашиваем. Подожди, подожди, подожди. Вот, недавно был такой пример, у меня был раздел с одним из СММщиков, одним из навороченных, СММщиков, как они себя называют, которые говорят, что мы делаем завтрашний день в Казахстане. Я говорю, да, возможно. Но сейчас попробую с помощью СММ в Атрау продать два куска хлеба. Кубики магии. Тоже тяжело будет продавать. Или продать шорты, или продать, там, 50 упаковок в мае. Не продашь. Где-нибудь в, там, я не знаю, в Майкудлуке. Или где-нибудь в Мерке. Сложно будет. Да, сейчас это сложно. Завтра будет гораздо проще. Потому что интернет, там, проникает глубже, глубже, глубже. Но, что касательно контента, опять же. Универсальные правила я бы, наверное, подсоветовал. Казахский. Однозначно, согласен. Подписываюсь. Без этого никуда. Второе. Болейте вот этим своим проектом. От души, что я называю. Душа. Вы должны этим болеть. Вы этим должны жить. Вы должны этим гореть. Да. Потому что в полшага не получится. То есть я вот... Пить в полсилы, это глупо. Ну, да не получится. То есть, там, ну, мне кажется, исталость какая-то нужна. Вот знаешь... Сумасшедливо. Я не вижу в людях вот... К сожалению, я мало вижу вот этих вот фанатиков, да, каких-то. То есть в хорошем смысле. Которые болеют вот этим своим делом. Там пофигу чем. Хоть там сантехникой. Какая разница. То есть, но... Меня всегда напрягает, когда применительно к творчеству. И они ходят вот эти вот... Говнопостеры вот эти. Кошмар. Это же творчество. В бизнесе на самом деле то же самое. Когда я вот разговаривал о том, что... Ну, как рассказывал, что общаюсь с президентом или с руководителем компании. Мне вот просто интересно посмотреть, сколько человек сумасшедших. А сколько он в своем бизнесе. Простой пример. В 2010 году я встретился с Береком Запишевым. Человек, который создал в свое время арзаны. В 2010 году... Супермаркет. Супермаркет арзаны. Человек, который создал себя сам с нуля. Он работал на барахолке, торговал. Потом работал карщиком. Был грузчиком. Заведовал секцией. Потом управлял категорией товаров. Потом был зам заведующего зама, ну и, соответственно, рос. И когда я первый раз с ним встречался, мне было просто интересно, как бы, что он расскажет о своем бизнесе. Лекция о бизнесе превратилась в поиску супермаркета. Ну, логично. Почему именно вот такое расстояние между рядами? Почему кассы стоят именно в таком... Последовательности. Рассказывал, почему в Рамсторе, например, в Хонда Саум, из 20 касс всегда работают всего лишь 3-4. Вот тебе интересно, почему вот 20 касс, 20 с лишним касс, а работают всегда лишь 3-4. Ну, люди, наверное, правую сторону выбирают, когда ходят по помещению. Все очень просто. Кассовый ящик рассчитан на определенную сумму денег. Когда вы покупаете больший объем продуктов, а сейчас из-за инфляции стоимость товаров повышается, соответственно, вы набрали одну тележку, все. Касса там с 3-4 покупателей уже забита. Забилась. Ее нужно инкассировать. Ее нужно инкассировать. А инкассировать как? Закрывает касс, начинает считать, ошибся на одну тенгушку, заново все начинаешь. Потом с этим идешь старшему кассиру в отдельном помещении, там заполняете заново. И, по сути, человек выбит из процесса на полтора-два часа. И когда он мне это рассказал, я сказал, «О, слушай, а как ты будешь эту проблему решать?» Он говорит, а я делаю чуточку проще. Мне не нужно, чтобы человек выходил, шел в сопровождение охранника куда-либо. Он закрывает кассу, пересчитывает деньги, кладет в обувь, засовывает в арзане, который на Ташкентской, вот это было, ну, видно. И к нему хочется, как в банках. Вставляешь, закрываешь, нажал кнопочку, капсулы, в хранилище, а ты снова начинаешь работать. И поэтому, говорит, у меня пропускаемая была гораздо выше. То есть, вот из таких мелочей человек болел своим делом. Он горелый. Понятно, что сейчас у меня очень часто спрашивают, если человек горел, то, соответственно, что же случилось с торговым. К сожалению, есть такое понятие, как собственник бизнеса, и есть такое понятие, как управляющий. Управляющий принимает какие-то решения до этого момента, пока собственник не начинает лезть. И в данном случае, вот то, что я говорил, да, когда ты, не владея определенными специальными знаниями, начинаешь пытаться лезть и управлять бизнесом. Тогда, когда у тебя есть профессионал. Следующая эпоха, которая будет в Казахстане, это эпоха профессионалов. Наемников, экспертов, которые, вот, реально, это чистой воды наемники. Но с этими наемниками тоже нужно разговаривать. Воюют они за тебя за деньги или за убеждения. И нанимать вот наемников за убеждения иногда гораздо интереснее. Потому что он эксперт, он профессионал, и если он еще разделяет свои ценности с тобой, и ты ему даешь то, что он нужен, помимо денег, то он делает гораздо больше. Супер! Мы незаметно проговорили стандартный чесноковый час, даже чуть больше. Тебе спасибо большое, Нукен, что ты пришел на наше... Попробуй я не прийти. Нет, ну, можно было бы, ничего бы не случилось, но как бы... Знаешь, на самом деле, я сегодня написал пост, что утром у меня интервью, а после обеда 4 встречи в Астане. И люди спрашивают, интервью с газетенкой? Да. Я говорю, нет, я у Славы в проекте участвую. К ней уж пойду, да? Да, к ней уж пойду. Он говорит, как бы сложно было отказаться. И люди отписали, ну да, говорит, попробуй Славе отказать. Да нет, ну, это вот не так страшно, человек как его молюет. Другой вопрос, что, знаешь, с этими интервью я вот поделюсь, что многие люди как бы немножко не хотят, бывает, идти, что, ну, там действительно нет вопросов, которые заранее. То есть, ну вот как бы я тебе вот это сейчас все написал десятью вопросами, ты понимаешь? Я хочу спросить у Нуркена о смысле жизни. Ты мне сказал, Слава, ты что, дура, что ли? Понимаешь, какой смысл жизни? Молодой еще, да? Ну как, ну типа да, но вот интересно, мне интересно вот эти схватывать вот сейчас наших современников, таких глубоких, которые живут на сегодняшнем время Т. Это вот как такая мгновенная фотография, потому что, ну, вот такой он сегодняшний там, Нуркен Холлерберген, да? То есть, ну, фото... Каким он будет лет через пять, круглый вопрос? Чувак, увидим. Аминь. Давай, удачи. Удачи тебе. Удачи. Продолжение следует...